Всем здравствуйте! Рада приветствовать вас на своем канале. Хочу сразу поблагодарить человека, который использовал суперспасибо. Суперспасибо есть под видео в виде сердечки и доллара внутри него. Я не знаю, кто это, но мне очень приятно, и я вам за это благодарна. Сегодня я хочу сделать расклад. Вы видите только два камешка. Я предполагаю, что он будет на два варианта, на две позиции. Но если вдруг мне в процессе хватит еще силы на третью, то я сделаю третью. И вы это сможете понять, если есть и третья позиция в описании к видео. Если нет, то значит вот меня хватило энергетически только на две позиции. Итак, будем выявлять сегодня ваши программы вредоносные в вашей голове. Давайте посмотрим, что это за программы, и я посмотрю, как это получится. Так, если вы готовы, то вот красненький мы поставим сюда, нам классику райдера. А на колоде небо и земля мы будем делать первую позицию. Голубенький камешек. Итак, мы с вами приступаем. Сначала я хочу погрузиться и понять, в каком возрасте у вас появилась программа, которая на данный момент вам мешает. Программ может быть несколько, но одна вот какая-то ведущая, и ее мы будем рассматривать. Поэтому начну я с возраста, когда зародилась ваша проблема. Если получится увидеть, я скажу. Если нет, то просто опишу тот период. Так. Ну, выпала четверка кубков. Я могу только предположить, что где-то в возрасте, может быть, от 4 до 5 лет. Не знаю, насколько вы можете вспомнить этот период. Тогда и зародилась вот эта, вы знаете, вот эта ваша программа, хочется сказать. Сейчас. Не то, что лени. А здесь такая, знаете, программа того, что мне ничего не интересно. Вот как-то, знаете, скучно. Ощущение того, что как будто бы вам мама что-то предлагает, говорит, вот сделай это, сделай это. А вот вы отказываетесь и говорите о том, что нет, мне это как-то не интересно. Я не хочу. Вот я просто слышу у маленького ребенка, который говорит, не хочу. Знаете, как-то вот предлагает, и это не нравится, и то не нравится, и это не цепляет, и то не цепляет. Как-то ребенок, который надул губки и... Хорошо. Каким ребенком вы были на тот период, чтобы понять, какой это возраст, куда вам окунаться? Ну, вы были тогда на тот период очень эмоциональным ребенком, выпадает туз кубков, да. Может быть, для кого-то и плаксливым. То есть, вот прям, либо выражали свои эмоции очень ярко, либо очень много как-то плакали. Может быть, знаете, здесь еще выпадает король педакли, может быть, это было как-то связано с питанием, да. То есть, либо вам не нравилось то, чем вас кормили, вот вы как-то капризничали. Здесь вот этот вот период, я не знаю, в каком возрасте, но здесь очень ярко выражена вот эта вот капризность. И при этом, либо, знаете, был период, когда вы болели, и то ли, знаете, вот высокая температура, и ребенок лежит, и вот хнычит. То ли это был период, когда, как при простуде, вот сопли, и все такое, слезы, и все зечет, и вот такой ребенок, знаете, здесь, скорее всего, болезнь какая-то. То ли просто простуда, либо был период, когда вы очень много болели. Либо вот ощущение того, что вот вас заставляли есть то, что вы не хотели. Здесь и так, и так может быть. Каким еще вы были ребенком в тот период, который мы рассматриваем? А здесь может быть даже, и поскольку расклад общий, другая категория людей по пажу жезлов и пятерке жезлов, да, люди, которые, наоборот, были любознательны. И как-то, знаете, вот вам нравилось соревноваться с другими людьми, с другими детьми, скорее всего. Кэ, вы знаете, наоборот, здесь ребенок живчик, подвижный такой, вот ему все интересно. Как-то вот вызов бросать, и вот эти вот детские, ну здесь уже, скорее всего, постарше, здесь, скорее всего, лет 9. Либо 7, либо 9. Вот этот период, когда мы берем друг друга на слабо, а ты вот это можешь, да, а вот так ты можешь? Ну вот какое-то такое, знаете, хвастовство, ребячество детское, вот, а я и вот так могу, а я и вот так умею. А ты так можешь? Вот здесь какой-то вот такой период, когда вы как будто бы самоутверждались за счет других детей, через обучение, именно коммуникации с ними. Вот, знаете, иногда бывает такое с детьми, когда хвастаются, а у меня вот, например, если девочки, да, у меня вот такая вот куколка есть, вот, а мне мама, вот, например, ей одежку вот такую шила, а у другого не получается, и он, чтобы показать, что он не лишен тоже каких-то способностей, чтобы не чувствовать себя ущемленным, он переводит как будто бы тему на то, что есть у него, да, то есть если нет у ребенка второго, например, куклы, он может сказать, что вот, а я, у меня есть вот такой рисунок, или там, я не знаю, у меня такой вот листочек засушенный, да, гербарий какой-то сделали, либо какая-то подделка, то есть вот здесь вот в этот период как раз-таки утверждение себя вот в какой-то некой такой конкуренции, вот здесь вот этот период. Первое, он как будто бы поменьше, там ребенок, ну вот лет пять, почему-то, например, такой, знаете, вот еще бутуз, еще есть вот эта вот припухлость, да, какая-то такая вот, как у младенцев, они все какие-то кругленькие, пухленькие, вот, ну то есть еще не формируется тело, а здесь уже как-то вот постарше, постарше идет коммуникация, идет соревнование, здесь может быть даже и где-то до драк доходится, да, то есть начинают дети говорить, что вот, а я это могу, у меня это есть, а вот другого нет, нет, и вот ты неправильный, начинается вот это вот отстаивание своих границ, да, что ты все равно не так говоришь, и потом идет, знаете, этот вручную рукопашный бой доказывает друг друга. Ну, здесь вот больше, скорее всего, для мальчишек, вот, но все равно у девчонок тоже такое есть. Кто сильнее, да, это как раз вот период отстаивания как-то своего мнения и отстаивания своих границ, здесь умение коммуницировать. Если в первом варианте, ну, вот в первой вот этой развилке здесь идет коммуникация с матерью через эмоции, через проявление выражения, то здесь уже идет со сверстниками, с друзьями, вот. Ну, вот какой-то вот такой период, когда зарождались ваши программы, по крайней мере, вот таким мне высветил этот период. Значит, что для вас было ценно, но вы этим не обладали? Значит, что было для вас ценно, как для ребенка, например, пятилетнего, но вы этим не обладали. Вот здесь как раз-таки подвижность, она была важна. И вот здесь вот сразу мне показывают, что здесь вот этот вот ребенок пяти лет, вот эта активность какая-то, да, возможно, она была важной, именно, скорее всего, в понимании себя. Но что тут же слов, что аркан колесницы, как раз, показывают про продвижение, про познавание себя, это было важно, но здесь как будто бы ребенок этим не обладал. И вот тут вот сразу у нас появляется вот эта вот четверка кубков, да, когда мне ничего не интересно. Обычно в период около двух лет, да, когда дети начинают все только прощупывать, просматривать, да, пальцы везде свои суетом интересно, в этот момент очень часто слышат от родителей, что это нельзя, то нельзя, да, то есть вот как будто бы им изначально уже выстраивают правила и не дают ребенку познать этот мир. А вот здесь почему-то это было в возрасте пяти лет, когда важно было показать, что мир безопасен, да, то есть ты можешь его узнать. Но вот здесь ощущение того, обе карты, они на движение, они на активность выходят. А у меня здесь такое ощущение, что это было важно для вас, но вы уже в этом возрасте, да, примерно пяти лет, как мы здесь обозначили, как я это обозначила, здесь этого не было. То есть вот этот период, когда важно куда-то выходить, как-то взаимодействовать, может быть, с другими детьми, вот что-то познавать, да, здесь этого не было. Здесь этого не было. А если мы возьмем вот этот вот возраст, семи-девяти лет, а что здесь было важно? А вот здесь, смотрите, выпадает пашкубков и башня, причем интересно, что здесь великий аркан, что здесь великий аркан. Здесь важно было как раз-таки не разрушить по башне, не разрушить вашего внутреннего вот этого ребенка, не показывать ранимость. Здесь как будто бы, знаете, вот отстаивание границ, но и одновременно не показывание своей какой-то чувствительности, да, здесь почему-то важно. Здесь вопрос границ выступает. Здесь для вас важно было показать, что вы сильнее, чем вы есть на самом деле, не показывать свои какие-то слабости. И вот здесь вот в этот период очень важна была поддержка. Очень важна была, знаете, со стороны, может быть, даже мамы, вот этот вот момент, когда ребенок приходит, вот он немножко такой, знаете, насупленный, там что-то произошло на улице, где он играл. И вот в тот момент, когда мама начинает его расспрашивать, что произошло, важно было поддержать ребенка и сказать, ты у меня и молодец, не переживай, все хорошо. То есть вот ощущение того, что здесь даже не то, что я один, а вот не хватает какой-то любви. Вот здесь вот любовь нужна была, здесь не нужно было никаких советов, никаких рекомендаций, ничего. А вот просто ребенку нужно было окунуться для того, чтобы, знаете, здесь восстановить свою энергию. Здесь по пажу кубков очень чувствительный и ранимый ребенок. Вот здесь вот закладываются уже сценарии того, что насколько я могу проявлять свою чувствительность или нет, и насколько я должен всем все время что-то доказывать. Вот здесь, если сейчас мы будем рассматривать какие-то программы выпадут, то это как раз-таки вот в этом возрасте, когда ребенок закрылся. Вот здесь что-то произошло, и если вовремя не поддержали этого ребенка, вот по башне, если он не нашел вот свою экологичность в плане того, что, знаете, вот я нашел свое место, то, чем хочу заниматься. Вот если помогли ребенку, если поддержали, то все окей. Если нет, то этот ребенок, он будет вот, если в негативе здесь прорабатывается сценарий, то этот ребенок будет постоянно все как-то, знаете, разрушать. Он не будет получать удовлетворение от результата. Он постоянно будет что-то строить и разрушать, строить и разрушать. То есть здесь как будто бы какой-то вот сценарий непринятия идет. Потому что он не принимает свою мягкость. Это, знаете, вот еще расскажу, такое ощущение, может быть, мужчины выбрали, потому что какой-то вот такой вот, как для мальчишек, такой формат. Я не буду никому показывать, допустим, свои слезы, потому что это будет восприниматься за слабость. Хотя у девочек тоже такое может быть, да. То есть вот эту свою чувствимость, ранимость и желание, знаете, вот как-то ласки, нежности, теплоты. Именно познание мира через любовь, через созидание, а не через разрушение. Здесь может быть, например, когда ребенок пишет там стихи, либо пробует как-то себя выразить через искусство, через музыку, и его осмеивают. Ну, типа, это что за глупость то, что ты делаешь, да. Либо подвергается вот большой критике. Вот здесь вот такое. Это очень сильно разрушает, потому что здесь очень важно этому ребенку найти опору. Вот здесь сразу уже сценарий показан. Здесь у меня будут пассивные в первой ветке. Дети пассивные по жизни. Им, наоборот, надо больше двигаться, больше развиваться, а они пассивные. Им ничего не интересно. То здесь, наоборот, ребенок, который ищет опору, но он ищет опору вовне, потому что у него нет этой опоры внутри себя. Ему не на что опереться. У него нету ценностей. То есть здесь вот как какой-то блок пошел перекос, он не выстроил правильно свою систему ценностей, на что ему опереться. Да, вот здесь, может быть, даже и улицы как-то воспитывала. Не совсем верные ценности. Хорошо. Что хотелось больше всего, но вам этого не доставало? Что вам хотелось? Так, здесь луна. Здесь десятка жеслов. Значит, пятилетнему ребенку, что хотелось больше всего? Здесь было очень много страхов у ребенка. Ну, конечно же, в возрасте где-то пяти лет дети воспринимают немножко не так, как мы, да, взрослый этот мир. И вот это вот все, оно придуманное. Может быть, себе воображали. Может быть, здесь дети ночи боялись, да. Может, боялись как-то, знаете, одиночество, когда ребенок просыпается, там, я не знаю, посреди ночи, и начинает плакать. Он всегда ожидает, что придет мама, и вот она как-то обнимет, успокоит. То есть вот показатель того, что мир безопасный. То есть я всегда рядом, да, не переживай. Вот здесь такое ощущение, что как-то вот на грани. А может быть, даже здесь какой-то испуг был сильный, да, может быть, ребенка напугали, то ли ночью напугали, то ли вот что-то. Может быть, постоянно говорили, что вот ночью, там, я не знаю, как обычно пугали, если ты не заснешь, придет бабайка, там и тебя заберет. Здесь вот какие-то страхи есть. Не хватало ребенка, здесь вот прям, может быть, чувствительность присутствует какая-то. А здесь вот эта вот капризность ребенка, она не случайна, она связана как-то с эмоциональной формой. Здесь ощущение того, что какие-то вот эмоциональные перекосы пошли у ребенка в психике. Что-то здесь исказилось. То есть не просто так здесь ребенок постоянно плачет. Вот эта вот капризность. Он что-то, что-то хочет сказать. И вот по Луне здесь не хватает вот этого света, не хватает прозрачности. Может быть, не хватает радости. Что здесь еще не хватает ребенку? Восьмерка Пендакли. Здесь как будто бы не хватает ребенку, чтобы ему больше уделяли времени, да, либо как-то, вот знаете, заинтересовывали ребенка через какую-то игру, чтобы какие-то его характеристики. Знаете, здесь надо ребенку успокоить психику. Здесь у детей беспокойная психика. И вот они начинают себе напридумывать, то, чего нету. И вот эта вот восьмерка Пендакли, она говорит о том, что нужно было заземлять ребенка, то есть заниматься с этим ребенком, чтобы не давать ему возможности убегать в свое вот это вот бессознательное, которое компенсирует то, что в реальном мире он не получает, напридумывало то, чего нет. Причем это вот такое, что-то такое достаточно страшное. Что здесь произошло с этой психикой? Вот аркан силы выпадает. Здесь, смотрите, либо был сразу кто-то из родителей, очень властный. И вот это вот подавление, либо это может быть даже не родитель, это может быть, там, я не знаю, человек, который вхож был в вашу семью, и вот он каким-то образом имел влияние, может быть, старшие братья, сестры, на человека, на этого ребенка. Здесь присутствует какое-то давление. Здесь даже подавление, я бы сказала. Здесь вот как-то вот это, знаете, выражение ребенка проявить себя, оно было как-то подавлено. И вот это подавление, оно как раз-таки выражалось через эти слезы, чтобы привлечь внимание. Здесь очень много подавленных, вот мы говорим подавленных эмоций, это подавленные слезы, невыплаканные какие-то слезы у ребенка. Может быть, какие-то страхи он держит в себе и вот не проявляет. Вот здесь как будто бы не хватило способа выразить себя, проявить себя. Что ему помешало? Так, выбор. Ну, здесь, смотрите, здесь сразу ребенку как будто бы не хватило то ли еще каких-то детей, да, по тройке кубков. Ну, вот подруг какого-то общения. Здесь вот ребенок изначально, он говорил, я вот сам по себе, да, вот он игрался сам по себе. Очень, знаете, напоминает, как дети с аутизмом, которые интровертные внутри себя, которые вот как-то сами с собой. И вот здесь по двойке жезлов неумение, неумение выбора. Здесь как будто бы ребенок, как будто бы ему не хватает игры, понимаете? То есть либо с ней играли с ребенком, либо каких-то игр не хватает. Причем игр не в одиночку, а именно командный, где есть еще другие дети. Здесь вот сразу вот эта позиция приведет к тому, что взрослый человек здесь будет говорить, я все сам. Вот это вот самостоятельность. Потому что здесь уже пошел перекос. Здесь не было возможности ребенку поиграть с другими детьми, чтобы как-то вот выразить себя. Вот он закрывался. Здесь ребенок закрывается в себя. Ему проще, ему интереснее. Как-то вот, может быть, даже когда засыпал, представлял на стене какие-то тени, играл как-то с тенями. То есть вот здесь изначально наклонность ребенка к аутентичности, к самому себе. Уже изначально этот был ребенок интровертный. Не экстравертный, а интровертный. И здесь не было как будто бы какого-то взрослого, который бы его понимал, скорее всего, больше как-то подавлял. И с ребенком не занимались. И он сам себе находил какое-то занятие. И вот это каким-то образом вот с одной стороны какие-то развивало в нем способности, а с другой стороны искажало его психику. То есть она была подавлена. И вот это вот подавление, оно выражалось как раз таки в том, что я сам себя должен развлекать. Здесь, может быть, ребенка оставляли часто одного, и он как-то сам себя развлекал, вот чтобы ему не было страшно. И вот эта вот четверка кубков, что вышла первичная, о том возрасте, о котором я говорю, вот здесь вот как раз таки это запечатлилось. Я сам себя должен развлекать. Я сам себе создаю свой мир. Я сам, все я сам, понимаете. Здесь нет ощущения того, что ребенок, он как будто бы воспитывался сам. Вот даже в джунглях есть животные. А здесь я не вижу вокруг этого ребенка, в его понимании, кого-то. Вот я постоянно его вижу одного. Он сам себя развлекает. Он сам себе, и поэтому он сам себе придумывает. И сейчас у вас есть этот Центарий. Вы надумываете себе лишнего по Луне. Какие-то страшилки, того, чего нет. Сами себя пугаете просто для того, чтобы развлечь. Так как сам мир вам непонятен. Так, а здесь мы сказали, да, в 9 лет, чего хотелось бы больше всего, но не доставало. Здесь выпала десятка жезлов. Так, что за ноша, да? Здесь какая-то трудность. Что за ноша? А здесь как будто бы не получалось построить как-то вот... Вот здесь, например, у детей сразу проблема с коммуникацией. Да, тройка педаклей и рыцарь кубков. Вот рыцарь кубков у меня всегда про состояние души. Всегда про какой-то вот чувствительный момент, элемент. И причем рыцарь кубков, он всегда говорит про беседы. Такие, знаете, вот именно задушевные, где есть близость. Близость духовная, душевная близость. И вот здесь такое ощущение, как будто бы не получалось создать какую-то близость. Здесь ребенок тоже, если он здесь изначально сам по себе, то здесь вот вопрос коммуникации очень сложен. Так, какие мысли были на этот счет? Какие мысли здесь создавались, придумали? То есть какую установку вы себе придумали в своих вот этих развлечениях сам по себе? Либо какие мысли у вас были на тот момент? Король кубков. Ну вот, хотелось вам любви, понимаете? Хотелось в любви и девятка мечей. Вот из-за недостаточности, из-за чрезмерной... Понимаете, здесь ребенок как будто бы с чрезмерной эмоциональностью. Он не умеет справляться своими эмоциями. Нету. Человек у нас за это мама отвечает всегда. За познание мира через эмоции. Вот здесь как будто бы он не мог справляться. Ей присутствует какая-то цикличность, да? То его накатывает на слезы, то он смеется. Ну вот очень прямо эмоциональный такой живой ребенок. И из-за того, что с ним вот не работали, у него как-то вот его психика, сохраняя себя, она придумывала свои какие-то форматы. И вот здесь вот мысли, да, какие мысли были на этот счет, страшно. Вот здесь как раз-таки зарождался вот этот вот момент того, что либо какое-то чувство вины, вот либо страх любви. Что здесь? Страх любви, либо чувство вины. Вы знаете, как будто бы и то, и другое. Вот здесь вот стали появляться впервые какие-то мысли и создание программы по поводу любви. Вот здесь вот начала зарождаться тревожность. Если вы по натуре очень тревожный человек, может быть мнительный человек, может быть ранимый человек, вот именно в этот период у вас стала зарождаться вот эта вот программа, которая сейчас влияет на вас. Что это за программа? Программа умеренности, да. Вот смотрите, из-за того, что очень много внутри вас вот этого спектра эмоций, разных переживаний, это большая вот эта вот гамма оттенков, и вы ее не понимаете, и не было человека, который бы вам это объяснил, что значит эта эмоция, что значит другая. Вы приходите к умеренности, да, когда сами глушите вот эти вот все эмоции, заглушаете и уходите, знаете, вот как-то по умеренности. Ничего не происходит. Почему? Потому что любое проявление вот яркой жизни, она вызывает вас в глубины и такие переживания, и вам сложно с ними справляться. То есть вот здесь вот сразу родилась вот эта вот программа по умеренности, в принципе, вы должны сбалансировать вот эти вот эмоции, да, то есть вы должны научиться принимать и те, и другие позитивные и негативные в идеале. Но здесь как будто бы вот появилась вот эта вот зона комфорта, я должна создать себе такое пространство, где у меня не будет вот проживания эмоций, неважно, в плюс либо в минус. Вот эти эмоции для вас, они как будто бы враг. И вам проще, когда ничего не происходит, поэтому четверка кубков, я ничего не хочу, потому что все, что новое происходит в вашей жизни, оно вызывает яркие переживания. А проблема здесь заключается в том, что вы не умеете проживать, вы включаетесь и очень болезненно проживаете те или иные эмоции. Поэтому по органу умеренности мы создаем комфортную такую, и по четверке кубков, создаем такую комфортную, удобную для нас стабильную среду, где я как будто бы варюсь в тех эмоциях, к которым я привык, а новым я не готов, потому что здесь очень сложно это пережить, понимаете? Очень сложно здесь пережить. Еще какую установку вы себе здесь дали? Вот установка как раз на дальнейшее развитие, на тройку жезлов, на какие-то перемены. Вот смотрите, королева мечей, она как раз и говорит о том, что я свои чувства как-то замораживаю. Еще расскажу. Общая такая тенденция, человек не умеет справляться со своими эмоциями, и ему проще не отказаться от них, а заморозить, обесценить, сказать, что нет, этого нет. Поэтому когда сейчас в вашей жизни, если вы, например, влюбляетесь, ну здесь однозначно люди будут избегать любви, любви, либо очень ярких проявлений эмоций, потому что сложно с ними справиться, да? Поэтому вы будете их обесценивать. То есть если вы почувствуете, что вот влюбляетесь, либо, я не знаю, как-то очень сильно переживаете, вы сразу будете обесценивать эту ситуацию, либо человек и говорит, нет, нет, такого быть не может, нет, меня не могут любить, там, либо еще что-то. Сразу будете отказываться. Почему? И включать голову по королеве мечей, включать разумность, холод, потому что вот здесь такое, знаете, ощущение того, что одаренный ребенок, прикисменус, уже греческие слова, одаренный ребенок на ощущение тонкого мира, он очень-очень тонко считывает любые колебания эмоциональные, энергетические, неважно, в его сторону. То есть это тот ребенок, который, например, может зайти после какого-то скандала в помещение и ни с того ни с сего плакать. Почему? Потому что ранее там просто кто-то ссорился, и он это почувствовал. И вот у него здесь очень такой тонко чувствующий ребенок. И поэтому, чтобы себя как-то защитить, вот была создана вот эта вот программа обесценивания и включения логики. То есть все должно быть логично, все должно быть понятно. Да, вот эта вот семерка кубков, когда я убегаю в какие-то фантазии для того, чтобы компенсировать то, что я не имею сейчас на данный момент. Так, а здесь, а здесь какие мысли были? Какие мысли? А здесь вы как будто бы себе ставили программу на недостаток, да? То есть вот либо во мне чего-то не хватает, либо здесь вопрос ценности, да? Вот здесь вот появился, я говорила, вопрос границ и создания системы ценностей, да? Вот здесь как раз-таки по пятерке педаклей вот эта вот нищета, не на что опереться. Я не знаю, у меня нет внутреннего стержня, у меня нет внутренних ориентиров, да? Что есть хорошо и что есть плохо. Я не совсем понимаю это для себя, исходя из своей картины мировоззрения. Здесь нету собственной картины. Здесь есть какая-то иллюзия. И аркан смерти говорит о том, что как раз-таки вот здесь должно произойти... Здесь какой-то, знаете, сценарий может быть, с одной стороны, связанный с деньгами, в финансовой сфере больше всего. Если здесь эмоции и любовь, то здесь вот больше финансовый аспект. В плане того, что... Сейчас. Вот как будто бы, знаете, денег не всем хватит. Либо здесь может быть сценарий того, что только тогда, когда у вас какой-то недостаток, только тогда вы начинаете действовать. То есть вас надо либо обесценивать, и тогда вы начинаете действовать и строить что-то. Вот то, что я говорила, да, на слабо берет. То есть вас надо как-то опустошить, лишить чего-то. И тогда вы начинаете как-то действовать, двигаться. Но очень медленно. Очень медленно двигаться. Замечаете, вот когда у вас ничего нету в жизни, да, только тогда вы как-то начинаете двигаться вперед. То есть вам нужно создавать кризис, да, какую-то вот конфликтную ситуацию. Вот здесь Пятерка Мечей и Паша Мечей, да, они как раз-таки говорят о каких-то ссорах. И вот эта вот бесконечная борьба, я не знаю, вот, знаете, может быть, я себе тоже слишком негативном ключе, вы говорите. Как будто бы себя недооцениваете. А может быть, даже ругаетесь на себя и говорите, что вот, блин, растяпа, да, там идете по улице, там, не знаю, подсказнулся, упал, либо не обратил на что-то внимания, ударился. Вот вы, причем по башне такое есть, постоянно в детстве по башне у нас идут травмы, маленькие травмы, да. То есть ушел где-то об угол стола, ударился. То есть, ну, такие вот синяки, как некое такое самонаказание происходит. И вот здесь вот эти вот мысли, да, что я как будто бы недостоин. Вот вы критичны, либо критика в вашу сторону идет. И здесь вот по пажу мечей идет некая такая прямая линейность. Может быть, вам доставалось за то, что вы говорили вот как-то, знаете, правду что ли, вам как будто бы не верили. Вот вы говорите правду, а вам не верят. И вам еще за этого доставалось. Вот здесь какая-то такая, знаете, вот прям сила-сила, озлобленность идет. Ну, тебя видишь, что очень, почему-то я говорила изначально, что это мальчишки, да, вот очень много тумаков получают, вот как подзатыльников каких-то. Здесь не то, что вот бьют прям ребенка, нет, а вот здесь все время какие-то вот подзатыльники даются. И вот здесь вот это вот из-за того, что нету ценности себя и непонимания себя, здесь появился вот этот как раз таки сценарий того, что я должен заслужить, да, я должен заслужить, но у вас это появляется тогда, когда что-то, чего-то вы лишены. То есть вы не будете действовать до тех пор, пока не наступит какая-то кризисная такая точка. То есть вы себя доводите всегда до какого-то предела, что не поменяться уже нельзя. То есть вы здесь в крайних каких-то ситуациях начинаете как-то действовать. Какое здесь может быть убеждение? Ну, это связано с выбором. Вот здесь какая-то медлительность присутствует, понимаете. И не случайно я сказала, доведение до крайности, до точки кипения. Здесь вот по семерке педаглей, да, вопрос ожидания присутствует. То есть вот долго-долго определяетесь. Вот медлительность в плане именно выбора, да, я не знаю, что выбрать, я не... Долго-долго решаетесь. Долго-долго определяетесь каким-то результатом. Может быть, долго идете к какому-то результату. И это все потому, что у вас изначально нет вот этой вот системы выстроенной, да, именно понимания для вас, что есть хорошо, что есть плохо, что является для вас ценностью, а что не является. Здесь вопросы границ и ценностей присутствуют. Хорошо, да, смотрим дальше. Это все тогда. Сейчас. А какими ресурсами вы обладаете? Шестерка жезлов и аркан шута. Ну, движение... Какой ресурс? Ресурс движения вперед, обновления. И двойка кубков. Вот вы как раз-таки идете именно к... Здесь ресурс, баланс, да, гармонизации. Двойка мечей. Умение как-то соединять, либо находиться в этой дуальности. То есть вы умеете как-то вот балансировать, да, я бы так сказала. Умеете соединять противоположности. Умеете складывать пазлы воедино, для того, чтобы вот обновление, да, дальнейшее движение вперед, по крайней мере, обучение, желание двигаться вперед. Вот это вот ваш ресурс на данный момент. Как вы видите сейчас свои установки? Вот здесь эта установка, да, по-любии. Как вы видите сейчас? Выпадает ерофант. Но сейчас у вас вот какая-то, знаете, вы как будто бы ищете постоянно во всем глубину какую-то истину, разбираетесь, почему у вас разбитое сердце, да, либо какие-то что-то не получается, да. То есть вот сейчас вы как будто бы начинаете... То есть более мудро, что ли, смотрите на всю вот эту вот свою систему убеждений, которая есть, и начинаете в ней копаться, разбираться, почему это, почему то. Как-то вот растете. Растете и принимаете решение. Здесь как будто бы больше осознанности стало появляться. Вы понимаете причины следственной связи, почему это происходит, для чего мне дан был тот или иной урок. То есть здесь вот какая-то мудрость присутствует. Сейчас. Здесь в этой ветке. Как вы видите сейчас вот эти вот свои установки. Король жезлов, десятка кубков. Сейчас вы как будто бы получаете удовольствие в движении. То есть если раньше вы как-то вот здесь, в детстве, да, была какая-то медлительность, да, в принятии решения, то здесь вы наоборот, как будто бы трансформировали свою вот эту вот программу в нечто позитивное. Потому что король жезлов, это всегда про движение, это про яркость. То есть вот то, что вам в детстве давалось сложно, коммуникация, да, проявление себя. Вот сейчас вы как будто бы получаете удовольствие от этой яркости, от того, что вы, например, являетесь лидером, ведете за собой людей. То, кем вы, насколько вы активным человеком сейчас являетесь, это вот вам приносит удовольствие. По верховной жрице вы в этом находите какой-то вот свой мистический урок, что ли, какую-то мудрость в себе находите, открываете. Да, и шестерка жезлов. Вы находите в этом, вы как будто бы победили. Здесь ощущение того, что ваш сценарий, смотрите, все то, что я говорила, по поводу ценности, вы здесь не то, что вы это осознали, эти сценарии, а вы просто методом тыка, так скажем, да, броп и ошибок, вы просто понимаете, что не нужно двигаться так. То есть здесь нет вот этого ощущения, что я понимаю, то есть если здесь есть глубокое понимание мудрости, да, своих сценариев, то здесь чисто эмбирическим путем вы понимаете, как нужно действовать, и просто идете туда, куда, где вы боитесь. То есть если вы боитесь, там, я не знаю, выступать, да, а у вас какая-то там конференция, и вам нужно выступить, либо там сказать перед менеджером, на какой-то встрече поговорить, вы идете путем преодоления, вы преодолеваете свои страхи, не путем понимания, как это устроено, а путем преодоления. Но вопрос границ здесь остается открытым. Вы как будто бы пошли в другую крайность. Если вас в детстве подавляли, иногда, да, вы проигрывали со своим соперником, в чем-либо, да, то здесь не то, что вы умеете выстраивать границы, а здесь ощущение того, что вы силой берете, своим светом, вы как будто бы подавляете противника, я не знаю, может быть, аргументами, может быть, какой-то вот своей, ну, энергией, своей какой-то мощью. Здесь вопрос границ, он не простроен, вы не умеете выстраивать границы, вы просто ощущаете, вот, как надо действовать, и вы действуете. И сказать, что вот здесь вот простроена система ценностей и опора на себя, нет, ну, вы стали просто храбрее, вы стали сильнее, вы стали храбрее. Здесь как-то так. Вы пошли другим путем, вообще другим путем. Удобным вам, да, позитивным для вас, но не через понимание, а вот опять-таки скажу, жизнь научила, вот просто надо быть таким, вот вас жизнь научила. Здесь про это. Как работает ваша программа сейчас? Десятка педаклей, да, прекрасно работает ваша программа, вы выстроили себе уже некую такую систему поведения, да, как вы действуете, такой фундамент некий, прочная опора. Как она работает? Прочно работает, хорошо работает, и работает именно в семье и семейных ценностях эта программа. Когда вы начинаете, не начинаете, а впадаете вот именно в четверку, там была у нас четверка кубков ведущая, а здесь четверка мечей в бездействии, вы как это делаете? Как работает сейчас ваша программа? Вы занимаетесь самоанализом, ухожу в четверку кубков, в четверку мечей, сори, через духовность, вот именно через обращение к высшим силам, да, кто во что верит, и путем анализа, то есть как вы делаете, вы закрываетесь, как раньше вы закрывались, только закрываетесь для того, чтобы понять, для того, чтобы разобраться в себе, сделать какие-то выводы, понять, почему вы находитесь в восьмерке мечей, да, в тупиковой какой-то ситуации, и по колесу фортуны, как можно изменить эту программу, то есть здесь чисто самоанализ, такой, знаете, вот глубокий, глубокая такая позиция, либо через эзотерические знания, либо через психологию, ну, в общем, вы занимаетесь собой, через понимание, здесь, как работает ваша программа сегодня, девятка педаклей, рыцарь жезлов и маг, здесь вы, как работает программа, через выстраивание, через понимание своих собственных желаний, не через то, что мне ценно, а здесь, понимаете, здесь не про ценности, здесь вот какая-то вот эта вот импульсивность, я это хочу, я это получу, то есть здесь вот, как будто бы человек работает на инстинкт, тогда вот у него есть, вот этот запал инстинкт появился, он поставил себе цель, я хочу получить денег, все, я буду богатым, я больше никогда не буду голодать, я больше никогда не буду нищим, все, я иду к своей цели, помогу, выстраивая какую-то, ну, свою систему, свой метод того, как вы будете взаимодействовать, да, то есть вот здесь прям, какая-то сила воли присутствует, я это хочу, и я это получу, и меня ничто не остановит, вот здесь, вот так вы действуете, что вы можете сделать сейчас, вот именно для того ребенка, чтобы изменить как-то установку, но мне кажется, что и здесь, что здесь установки изменены, поэтому я посмотрю общее, что вы можете сделать для своего ребенка, королева жезлов, и король мечей, королева жезлов, то есть здесь, что вы можете сделать, вы можете опираться на свою, вот эту вот независимость, на свою яркость, умение проявлять, говорить о том, что вы хотите, как вы хотите, то есть озвучивать, стать более заметным, вот ваш ребенок здесь, он был как будто бы все время в тени, и здесь вам сейчас не хватает этого яркого проявления, вы можете своему ребенку дать то, что вы будете показывать, какой вы, какая вы, вот эта вот яркость, яркость жизни, именно яркость жизни, не только в проявлении своих желаний, а именно в проживании яркой жизни, я не знаю, какие-то новые впечатления, новые поездки, что-то новое, постоянное, и вот такое, знаете, эмоциональное, для того, чтобы впитывать, вам не хватает здесь каких-то, ну, вашему ребенку впечатлений, тех, которых он получал в детстве, ну, не знал, как это объяснить, вот здесь теперь, когда вы можете сами себе объяснить, не бояться проживать эмоционально, очень ярко, но при этом с опорой на себя, да, то есть, вот здесь даже такое чувство, что вы можете играть по королеве Жезла, можете одевать разные маски, знаете, вот проявлять себя, да, я хочу, например, быть отшельником, окей, я поиграю в эту роль, я хочу быть маленьким ребенком, да, я поиграю в эту роль, вот здесь вот как будто бы, ощущение того, как некий спектакль, где можно проигрывать разные роли, вот вашему ребенку, это очень важно, проживать разные ситуации, вот здесь разнообразие должно быть, потому что присутствует монотонность, а вам не хватает вот этого вот спектра разных восприятий, вот вам не хватает впечатлений, не хватает эмоций, не хватает яркости жизни, то есть когда, знаете, вот все новое, новые запахи, новые вкусы, новые цвета, вот что-то такое, знаете, что вот ощущение того, что, а-а-а, дух захватывает, такая, а-а-а, ой, как красиво, вот постоянно вы должны как будто бы питаться, это вот ощущение, что нехватка, почему, потому что раньше вы боялись вот этих вот всех яркостей, потому что не могли с этим справиться, а сейчас вы взрослый человек, вы можете с этим справиться, и поэтому вам этого не хватает, побольше коммуникации, побольше показывать себя, где-то проявлять себя, где-то может быть, такой, знаете, флирт с жизнью, с яркостью, прям здесь такое, вот как лава, знаете, брызги ее огненные, и в то же время они не обжигают, они горячие, они не обжигают, вот здесь вот прям, что-то такое не хватает, а здесь, здесь причем, смотрите, здесь ощущение того, что была девочка, а здесь мальчик, вот, а здесь король мечей выпадает, что здесь не хватает вашему ребенку, да, по королю мечей, у меня такое ощущение, что здесь какого-то движения, тоже не хватает, что это за движение, что это за движение, спрашиваю, что за движение, рыцарь мечей, движение, здесь, знаете, здесь вам как будто бы не хватает, вашему внутреннему ребенку конкретная конкретную цель потому что у нас все-таки выпадал здесь ранее рыцарь жезлов до импульсивность а вот вам как будто бы сконцентрированной энергии не хватает тут поставить себе какую-то цель идти к ней то есть вливать туда энергию работать над этим вот вы как будто бы будете получать больше удовольствия потому что вы будете понимать ради чего вот вам нужна эта большая такая цель то есть чем больше цель тем больше вы удовольствие от этого будете получать потому что вы будете видеть какой-то результат вот именно по башне то что вы строите в этом вам вам нужно что-то что будет для вас очень ценным да то есть понять какую-то свою ценность одну и вот прям идти к ней вы чем больше вы будете идти к этой цели тем больше вы будете получать удовольствие раскрываться здесь ощущение того что вы распыляетесь понимаете у вас появилась сила но она как будто бы распыляется нету концентрации вы ее не направляется на что-то одно чтобы потом как-то получить результаты насладиться вы как-то ну вот расплескиваете себя распыляетесь не хватает до при взаимодействии как-то вот с людьми нету какой-то знаете вот конкретики что-то одного какой-то структуры понятны вас системы сказала система выпадает император то есть не хватает какой-то знаете вот стабильности не хватает понимаете она вот вроде бы у вас все есть то она все как то вот по верхам по верхам по верхам а нету вот эти вот глубины какие-то корней чтобы она вот проросла например создаем семью потому что это важно и та ценно в женщина ты делаешь делаешь для себя для семьи или себя оговорка по фрейда то есть это принимает какую-то ценность вот вот это вот важно вот это вот значимо здесь вот этого не хватает вам не хватает определения одной какой-то вашей ценности опору поэтому вы все по верхам делаете стабильности вот как-то укорениться не хватает как где-то пустить корни не важно какая-то сфера вот как-то так такая была у меня первая позиция пишите вашу обратную связь хотела сделать на 3 вот как будто бы это я уже 2 проговорила до позиции так хорошо это была позиция номер один позиция номер два красненький камешек секунду этом времени вижу когда время не вижу ладно камеры далеко стоять я не вижу так двоечки смотрим возраст когда зародилась ваша проблема если удастся 369 выпала тройка кубков 369 не знаю почему это может быть возрасте трех лет шести лет либо девяти да вот через три года смотрим теперь каким вы были в тот период вот посмотрим сейчас какое описание нам дадут тройка мечей двойка кубков здесь какой-то вот разрыв двойка мечей знаете мы такое ощущение разрыв какой-то связи двойка и двойка двойка мечей двойка кубков и тройка мечей разрыв какой-то связи это может быть связь с человеком связь с каким-то местом вот что-то было едино может быть вы переехали может быть вы расстались либо вас как-то разделили ну например если близнецы вот ази почему-то близнецов разделили ну а либо если брат сестра одного ребенка туда другого ребенка сюда вот здесь вот вот сценарий который вы проигрываете он связан как-то с дуальностью с разделением и это приносило вам слезы горевания ну например может быть ребенка забрали от матери в дед либо за вот откуда вот а вас забирают и вот вас везут куда-то в другое место и вот это вот разделение вы проживаете очень болезненно вот вас как будто бы оторвали с корнем вырвали от того места где вы жили либо от того человека к которому вы были привязаны здесь кому-то мне показывают животные у вас было там я не знаю кошечка собачку собачку камни показывают вот как будто бы оторвали вас от этого понимаете здесь ключевое у вас была привязанность к чему-то либо кому-то вот вас оторвали от этого разделили почему девятка педагогли знаете здесь как будто бы вы считали что вы должны быть самостоятельным человеком что так будет лучше так будет лучше так будет лучше для вас если если это как-то вот с мамой связано либо с какой-то женщиной то так будет лучше и ребенку и женщине но это как будто бы вот во благо это связано как-то с каким-то результатом завершение вот так как будто бы нужно было завершили почему мне идет отрывает ребенка от матери я не могу понять но вот здесь вот такое знаете такое вот ощущение что как будто бы ваша мама она какая-то несовершеннолетняя или либо 15 лет либо 14 16 и вот ей как будто бы бабушка ваша говорит что она не может воспитывать вас в одиночку давай мы отдадим твоего ребенка на воспитание в другую семью и вот вас как будто бы отдают на воспитание в другую семью причем очень далеко может быть даже из-за границу куда-то далеко это не близко то есть если это было например какой-то поселок в город если этого в городу это в другой какой-то город учета ну либо за море либо за реку как-то вот вода мне показывает в вода вас разделяет здесь в общем примеряйте на себя но здесь вот какое-то разделение произошло вот про этот возраст мы говорим опять-таки 369 хорошо что для вас было ценно на тот период и вы этим не обладали слово на вот то что вам говорили какая-то правда вас было но вы этим не обладали и выпадает королева мечей туз мечей королева мечей знаете мне такое ощущение что для вас важно было быть каким-то уверенным человеком сильным человеком уметь за себя постоять что-то как-то вот дать какой-то отпор вот для вас это было важно но вы тогда на тот момент не умели знаете не умели пользоваться слова давайте так скажу не могли ответить не могли сказать не могли себя защитить не могли дать отпор что-то здесь такое чего хотелось больше всего но вам этого не доставало вот семьи 20 аркан выпадает видите вот вам не хватало семья же говорите этот период здесь разделение идет вам вам не хватало вам хотела семья вам не хватало колесо фортуны какой-то удачи может быть вы как-то знаете хотели куда-то поехать вот здесь вот ощущение того что вот вам очень хотелось поехать ну может быть вас разделили вы хотели вернуться либо но вот как-то мечтали очень думали что вот я поеду например если вас отвезли например бабушки да то вы как-то вы думали о том что вот я вернусь домой очень хочется там вернуться домой к маме либо наоборот если до вас вы на каникулы ездили домой то вот хотели как-то вот здесь дорога идет понимаете вы куда-то хотели вернуться вернуться в прошлое куда в прошлое вы хотели вернуться ту же слов там где началась ваша жизнь там бы где вас вы знаете где вас ценили где вас где бы о вас заботились где бы вас вкладывали вот как-то дарили подарки прислушивались к вашему мнению обращали на вас внимание знаете там бы где вас вот хочется сказать здесь даже не любили здесь вам не любовь нужна а как-то вот как будто бы чтобы к вам терпи с терпением относились более снисходительно как-то вот понимание я не думаю что здесь вам любовь нужна была здесь вот какой-то здесь ребенок если мальчик вот почему-то мне матч пока знаете такое вот даже если вы девочка неважно ребенок показа такой знаете вот сильный бывают дети сильные когда например их ругаешь там либо наказываешь либо еще что-то и вот они слезинку не проронят но такое знаете вот хочется сказать не то чтобы жесткий а такое как бы сказать человек с остальным внутренним стержнем то которого слова не сломать невозможно вот вы такой вот ребенок здесь идет знаете вот терпеливый кто который боль может вынести тот который когда болеет вот он будет молчать да казалось бы там ребенок маленький а у него операция такая серьезная он не пик нету не расплачется он наоборот будет всех поддерживать такой знаете вот маленький мужчина сильный маленький мужчина какой-то вот такой вот образ мне идет поэтому вы хотели чтобы вас вам не хватало вот этого знаете понимание как то вот чтобы вас терпеливее что ли что вам еще не хватало вам не хватало какой-то знаете мечты мечты надежды то чтобы вас наполняла ведь какой-то сильный сильный такой маленький человечек который не позволяет себе о чем-то мечтать вот он слишком реалистичный обычно говорят ну дети они какие-то вот мечтательные мягкие а здесь нет вы слишком прагматичные такое знаете вот умудренной жизнью вроде бы маленький а смотришь его глаза столько мудростью этого ребенка и кажется что надо мне еще у него поучиться а не его чему-то учить и вот и хочется сказать что знаете вот этому ребенку как будто бы не хватало детства вот побыть ребенком там как-то вот по капризничать но себя как будто бы не разрешает не капризничать ничего поэтому я говорю не хватает какого-то вот воодушевление что ли вдохновение какой-то мечты как есть у всех детей к это вот надежда слишком он себя ограничивает и заземляет ну очень прагматичный реалист такой знаете вот маленький мудрец реалист здесь такой идет у меня что хотелось бы что хотелось больше всего но вам этого не доставало да это вот это что я уже проговорила какие мысли были на этот счет вот то что вам не хватало вот этой вот ценность вас какие мысли у вас были на этот счет но вы мечтали о любви да вот я ранее говорила о том что вам не хватает любви но вы раньше как-то вот мечтали о любви знаете занимались как-то самообманом как-то придумывали что меня любят что я как будто вы знаете нужен но просто знаете вот такое ощущение у меня как дети в детдоме и вот это вот песенка да про мамонтенка да пусть мама услышит пусть мама придет вот здесь вот такое у меня ощущение что вы себе как-то придумали что мама временно ушла и за мной придут и вот вы это представляли какую-то встречу какие-то эмоции здесь очень много фантазии фантазии самообмана про поводу того как будет все развиваться вот я стану взрослым я стану сильным и я приеду с конфетками как-то вот буду всех угощать стану защитником для мамы здесь вот какие-то такие мечты не совсем детские знаете я бы сказала а вот по поводу именно жизни вот вам очень хотелось бы до потузу кубков любви и чувственности до нежности какой-то но вот это краски стал тот период когда вы закрылись вы закрылись и по рыцарю мечей колесничьему вот вы как будто бы поставили себе c что мысли тогда были что любовь не важно вот этого чувственность она никому не нужна она причиняет только боль я лучше поставлю себе цель и буду двигаться дальше какая цель вот стать знаете как-то отшельником закроюсь мне не нужна семья вот тут как будто бы наступил какой-то момент когда ваша ценность семьи вы ее обесценили причем здесь программы идут не только ценности семьи а близости вот здесь вы закрылись вы не подпускаете к себе никого дьявол на дне наш любимый вы не верите в близость душевную я имею ввиду да то есть вы близко к своему сердцу уже все никого не подпускаете то есть да окей я могу позволять себя любить либо я могу как-то знаете контролируемо проживать какие-то эмоции может быть влюбленность но вот близко к сердцу подпускать кого-то нет я не хочу здесь какая-то такая вот такую установку вы себе дали какая еще остановка так пожезлов аркан влюбленных и рыцарь кубков установка но при этом знаете вот установка здесь такая я буду делать то что я хочу вот то что хочет моё какое-то вот сердце знаете вот я как будто бы буду жить в плане я буду жить свое удовольствие вот то куда меня душа зовет вот то что сердце душа хочет вот да я пойду и вы каким-то образом себе создаете кризисные по пятерке педакли какие-то кризисные ситуации и десятка кубков о чем они башни разрушаете знаете здесь такое ощущение что вы поставили себе установку на то что я теперь по жизни один все мне никто не нужен близость у меня не будет в семью я не верю даже если она у вас есть она может быть вынужденная да то есть это вот вы можете даже быть браке вы можете быть состоять в отношениях но вот именно душевного единения здесь я не вижу и вы как будто бы себе поставили установку того что чем больше как будто бы я себя разрушаю тем сильнее я становлюсь чем больше какие-то трудности сложности тем сильнее я буду вот вам почему-то нужна сила а я поняла сила сила и власть да потому что вот тогда в детстве вы оказались бессильным ну как это вас никто не мог защитить да вы ощутили себя слабым и вот вот эта вот программа я слабый а это плохо то есть я не могу позволить себе быть слабым вам это выразилось как в необходимости быть сильнее быть сильнее всех именно по духу то есть вы как-то так компенсируете когда я сильный когда у меня есть власть я могу влиять на других людей я могу влиять на свою жизнь и мне никто не нужен потому что привязанность это больно вот здесь такая установка помните вы любили мы были привязаны к чему-то либо кому-то когда я говорила и вот у вас с корнем как будто бы вырвали это и вы тогда поняли что привязанность это больно поэтому я не буду никому привязываться мне проще быть одному здесь такой если даже и есть еще расскажу если вы в отношении как будто бы одиночество вдвоем да вы можете любить я не не исключая это но в душе вот этот кусок который вырвали у вас он на место не встал вот там какая-то дыра и вы ее осознанно поддерживаете открытый как напоминание себе о том что чтобы я снова не попал в такую же ситуацию потому что это было очень больно и поэтому вы себе всегда создаете неосознанно какие то вот такие вот кризисные моменты разрушения с помощью которых вы становитесь сильнее знаете вот как будто бы вы себя подготавливаете вот на случай да вот вдруг будет например война все я должен там буду вынужден как-то выживать и поэтому я заранее себя подготавливают каким-то таким условием в жизни суровым да там я не знаю аскетизм либо и лишение себя чего-то для того что вдруг если придет условно говоря враг я буду готова чем это мнительный враг да это фигурально говоря и вот здесь вот поэтому я сам себя буду лишать чем-либо я сам себя буду как-то вот здесь не про наказание здесь про лишение для того чтобы потом если вдруг такое случится я уже буду подготовлены мне не будет так больно вот здесь про это поэтому я буду жить так как я хочу и но здесь вот есть вот этот обман в чем тут обман обман в том что вы хотите четверка педакли и повешенной в том что вы хотите эту ситуацию как-то знаете вы держитесь за вот это вот болезненную ситуацию до жертвы когда вы пострадали по повешенному вот в этом обман зачем вы держите то есть если это было тогда в детстве это не значит что это снова повторится а если повторится вы уже взрослый человек можете поступать по-другому более рациональные понимая тогда в детстве как будто бы не было других защитных механизмов и вот вы выбрали эту модель но сейчас она неосознанно как будто бы вами управляет какую еще установку вы себе дали кроме вот лишение себя до аркан умеренности и пажи мечей какую еще остановку установку установку и вот по умеренности тоже есть какая-то вот такая знаете стабильность когда ничего особо не происходит и при этом вот я буду на страже кто знаете опасаюсь я вроде бы живу вы как будто вы живете с оглядкой на что-то с готовностью подвоха вы как будто бы не можете расслабиться вот здесь какая-то такая установка то есть даже вы наслаждайся смотрите смотрите здесь девятка кубков десятка кубков умеренность тоже говорит про расслабление проники такого отдыха восстановления и сразу нас выпадает паша мечей до который так знаете с оглядкой очень напряжен смотрит вдруг там что-то произойдет соглядка как-то на прошлое я вроде бы вы вы как-то этот на пол шишечки не знаю как этот я попробую да я не буду кушать яблоко я его только над кушу вот здесь что-то такое вы как будто все не позволяете проживать ощущение того что на чемоданах да я все время на чемоданах я не буду обставлять квартиру какой-то там мебелью дали бы что-то еще такое не буду ничего покупать себе роскошного почему потому что а я перееду и вот это вот перееду она уже за на 20 лет на 30 лет да как то я все переезжаю но при этом в дом я ничего не несу потому что вот я уже переезжаю а вот переехать все никак не получается вот здесь ваша жизнь она вся такая такая вот у вас остановку установка хорошо какими ресурсами сейчас это все было тогда сейчас какими ресурсами вы обладаете крыльево педакли стабильностью надежностью финансы то есть вам вам хватает не могу сказать что здесь прям очень много но хватает какими ресурсами обладаете паркану солнца позитивом до энергии в первую очередь у вас есть энергия у вас есть силы вы можете с кем-то бороться если вам это необходимо да и при этом по десятке мечей если то что вас что-то не устраивает вы и в любой момент можете это отрезать ну то есть вы понимаете вы научились себя расставаться уходить отпускать здесь вот это есть то есть если что-то не понравится да я могу уйти от этого то есть я я брошу прежде чем меня бросит и сделает мне больно и вот здесь вот педакли говорит о том что каким ресурсом вы умеете замечать возможности да вот это вот ваша это все время жить на чеку возможность она как будто бы с одной стороны не дает вам расслабиться с другой стороны плюс в том что вы все время на готовности да и поэтому вы как-то вот мобилизированы вы умеете замечать вы всегда готовы увидеть какой-то шанс увидеть какую-то возможность в профессиональной сфере вы можете замечать вас есть ресурсы замечать как зарабатывать деньги внимание замечать и зарабатывать это разные вещи да то есть вы как будто бы понимаете вы знаете как можно а умеете вы зарабатывать нет королева кубков нет зарабатывать вы не умеете очень слишком эмоционируете на этот счет но понимание как можно заработать да на чем можно заработать как можно это все организовать монетизировать у вас есть но зарабатывать по королеве кубков я бы не очень сказала хорошо как вы видите сейчас на свою установку вот эту вот что мы говорили как сейчас здесь идет восьмерка кубков вы научились да вот я уже говорила здесь да вы научились 2 идти дальше страшно дойти свои страхи правда не комфортно да очень тревожно делать выбор проходите через все круги а до через для того чтобы определиться да как-то сделать свой выбор выбор очень много критики самокритики саморазрушения по восьмерке мечей много таких негативных моментов разочарований но приходите вот именно к десятке педагли знаете это как этот я говорю все круги ада не 7 и не 9 а всей круги ада пройдете не вот но придете десятки педагли почему ну потому что вот это вот программа до победителя победителя двигаться дальше невзирая ни на что нам вот вот этот ваш внутренний стержень который не надламывается он вас все равно приводит правда вы идете через мучение вот это вот программа опустошение до пятерка педагли вот кризис и башня все разрушено разрушение какие-то кризисные моменты обесценивание вот вы это все проходите прежде чем придете к десятке педагли . она раньше работала на сейчас и работает просто вы не останавливаетесь а двигайтесь дальше так хорошо следующий вопрос а что вы можете сделать сейчас для своего ребенка то того да чтобы изменить вот эту вот вашу установку чтобы не проходить вот эти все круги а да то есть что вы можете дать что необходимо сейчас дать вашему ребенку дьявола понимаете что вы можете дать дьявола вам нужна сила вам нужна власть и вот есть такое ощущение что вот вам нужно дать вашему внутреннему ребенку вот эту власть чтобы он ощутил себя сильным чтобы не ощущал себя уязвимым вот ему для чего-то нужна власть как-то знаете может быть поднять самооценку может быть как-то поверить в себя вот ему необходимо власть какая именно власть десятка жезлов шестерка кубков чем-то знаете так интересно мне нужна власть чтобы я не ощущал какие-то тяготы именно того прошлого здесь вот ощущение того что вашему внутреннему ребенку сейчас необходимо почувствовать что он может решать задачи чтобы не было так как было вот знаете в прошлом да я беспомощный мне тяжело я зависимый я не могу как-то вот ну решить задачу да ничего сделать вот это вот прошлое и вам как будто бы необходимо дать ребенка ощутить что он справится вот здесь вот это вот ощущение что я не справляюсь ребенку необходимо это что еще здесь говорит дьявол императрица спрашиваю императрица о чем а императрица у нас здесь про иерафанта активность появилась на улице на было тихо стала активна потом какую-то активность на причем дьявол у нас выпадает вокруг великих арканов здесь вот чувство да с одной стороны дьявол говорит про императрицу про уверенность про то что вот у меня все получится да про любовь может быть заботу поддержки значимой фигуры в данном случае материнской а с другой стороны знаете вот как будто бы ощутить что у меня есть знание у меня и знание понимания как правильно верно поступать для того чтобы двигаться дальше чтобы стать королем жезлов вот этим ярким человеком таким знаете независимым храбрым человека который принимает решение никого не боится уверенность вот здесь вот не хватает уверенности вот вашему ребенку не знаю какой-то вот день нужен такой когда бы мне показывать да как маленький ребенок как колоде николеты чиколи садиться на эту деревянную лошадку да и вот со шпагой не у него корона на голове вот я уверенный я молодец и вот его всех валят то есть дать ему какую-то вот эту вот силу придать вашему ребенку не хватает это с одной стороны что я могу себя отстоять я могу правильно сказать я могу сказать ну как маленький приказать и все и так случится вот какой-то не найти некое такое волшебство я смахнул волшебная палочка и случилось так как я хочу вот здесь какие-то такие моменты прям вот необходимо а с другой стороны на уверенность вот все проходит вокруг уверенности для чего сила и власть для того чтобы меня слушались на для того чтобы было подчинение как правило для чего человеку подчинение когда он не уверен в себе вот вот здесь ребенку не хватает прям какой-то уверенности что поможет что даст ему это уверенность которую он хочет тройка педаклей и король кубков работать над своими эмоциями умение управлять своими эмоциями а знаете еще вам самого начала сказала что вы как будто бы не умеете справляться со своими вот этими эмоциями до остальной вот этот вот маленький ребенок мужчина здесь король мечей король копков здесь вы не умеете выражать свои какие-то чувства и скрываете за своей холодной логикой и поэтому бездействую до ухожу в тишину в медитацию верховную жрицу и не развиваюсь вот здесь вот причина я просто посмотрела да вот почему все время входить вот в этот ступор потому что вот здесь вот выпадал же у нас паш пентаклей до ценность себя нету ценности себя и вот в эту ценность себя набираете через короля мечей через логику через анализ через знания какие-то и вот это вам придает какую-то силу знаете у короля мечей негативная черта есть такая я он умен и он хорошо владеет словом он может иронизировать других людей над смехаться над ними опускать их просто потому что он умнее да он может пользоваться своим умом вот здесь не про то что вы это делаете а про то что вы а акцент делаете на логику по причине того что вам нужно проработать свои качества связанные с королем кубков до король кубков это архитект человека который умеет управлять своими эмоциями он их понимает он умеет вовремя отказаться от того что ему уже не нужно вот в плане эмоций да а вот здесь у вас такого нету здесь вот император упадает понимаете вы как будто бы делаете акцент больше на на стабильность вот какой-то знаете на структуру что ли на зрелость не на не на кубковость вы эту кубковость избегаете почему вы ее избегаете семерка мечей хитрость потому что почему потому что потому что вы находите вот вы как будто бы не побыли ребенком вы не вы не побыли вот вам прямо просто реально хочется как-то побыть этим ребенком где-то пошалить где-то рискнуть где-то вот провести какую-то авантюру какую-то хитрость и вот что-то такое знаете вот пошали детская есть вот это к этого беззаботность а вас этого нету вы себе это не даете поэтому все время находитесь по двойке педакли неопределенности вот здесь вот чувство я хочу чтобы было справедливо потому что вот это вот детская ваша травма до со мной поступили несправедливо поэтому мне нужна власть чтобы я контролировал управлялась всеми людьми по королю мечей и мне ваша вот это вот кубковость она не нужна а ваш внутренний ребенок он требует эту кубковость не требует вот этого знаете когда я могу что-то сделать на проказничать и мне за это ничего не будет вот ему прямо вот это вот потому что я маленький ребенок у меня не могут наказать да вот здесь такое я хочу сделать какую-то глупость и при этом не платить за нее я хочу где-то что-то ошибиться условно говоря как маленький ребенок чтобы мне за это ничего не было потому что есть у вас вот это вот ответственность тяжесть и все такое вот такая была у нас вторая позиция что-то мне как-то аж тяжело стала какая-то вот тяжесть тяжесть прям как будто бы знаете в армии муштрует детей вот здесь как этот суворовцы только не суворовское училище там не знаю не с девяти десяти лет там во сколько идут а вот здесь вот прям ребенок четырех лет которого заставляют я не знаю быть более дисциплинированным что ли ну то есть у него требования как взрослому человеку хотя он ребенок и вот здесь как-то так слишком строгие вы со своим внутренним ребенком вот такой у нас был с вами сегодня расклад пишите свои комментарии а я с вами прощаюсь до пятницы в пятницу выйдет для спонсоров новый расклад тоже все кто подписан пришлю ссылку на почту вот вы тоже можете стать спонсором если вам интересно я делаю два расклада в месяц стоимость это 800 рублей за два расклада и вы пишите мне на почту и когда я записываю расклады я потом вам присылаю ссылку это если вы проживаете на территории рф если нет то вы можете подписаться нажав на кнопочку спонсорство под этим видео и также под видео есть ссылки на все мои услуги на все мои курсы кому интересно попробуйте медитативную сказку уже достаточно интересный такой продукт а я с вами упрощаюсь до нового расклада всем пока пока